На вопрос, знаете ли вы музыку Равеля, даже дилетант скажет, ну конечно, его Болеро. Это ярчайшее произведение, как говорят, обречено на успех. Сам Равель, шокируя своих поклонников и коллег, называл Болеро оркестровое сочинение без музыки. Что он имел в виду и почему сочинение без музыки стало сенсацией? Ответы в нашем следующем сюжете. Неизменная барабанная дробь, которая отбивается на протяжении 18 минут. И две причудливо извивающиеся темы, продолжающие одна другую. Европейская и мавританская. Эта несложная конструкция многократно, как наваждение повторяется. Неумолимое магнетическое движение вперед. Меняются лишь инструменты на фоне барабанного ритма. От одинокой флейты до грохочущего рева полного симфонического оркестра в финале. Минимум средств и при этом максимальное воздействие. Сам того не подозревая, Марис Равель оказался одним из основоположников музыкального минимализма. Целого направления в музыке 20 века. Балеро было заказом. А заказчица и знаменитая русская балерина, и яркая актриса Ида Рубинштейн, которая прославилась в Париже как солистка дягилевских русских сезонов. Теперь ей было уже 45, и она организовала свою собственную балетную труппу. Она была богата, обладала безупречным вкусом, и на привлечение талантов денег не жалела. Равель написал для Иды Рубинштейн музыку. Хореографом стала Бронислава Нижинская, сестра легендарного Вацлава Нижинского, а художником Александр Бенуа. Премьера состоялась на сцене Гранд-Опера 22 ноября 1928 года. За пультом оркестра стоял сам автор, Марис Равель. На столе в центре испанской таверны танцевала Ида, а вокруг нее сидели праздные посетители, которых все больше увлекала стихия ее танца. Равель был личностью загадочной. В этом рафинированном эстете скрывались глубокие эмоции и страстный темперамент. Однажды он признался. Часто говорят о сухости моего сердца. Это неверно, ведь я баск. А баски ощущают днистого, но предаются этому мало и только в отдельных случаях. Испанцы отнеслись к болеро с недоверием. Испанский танец с таким названием строится совсем на другом ритме и звучит гораздо быстрее. Когда в этом упрекнули Равеля, тот отмахнулся. Это не имеет никакого значения. Похоже, и сам Равель удивился рождению своего странного сочинения. Он назвал его произведением без музыки. Это произведение без музыки полюбили во всем мире. Количество балетных версий насчитывает не один десяток. Классикой стал балет Мориса Бижара, наполненный страстью и эротикой. Великий хореограф признавался, что идею круглого огромного стола он украл у Нижинской. Совсем по-новому зазвучало балеро в соединении с танцем Великой Майи Плесецкой. Однако и без балета сочинение оказалось более чем жизнеспособно. Лучшие дирижеры мира соревновались в интерпретации этого шедевра. В 1930 году великий маэстро Артура Тосканини разучивал балеро с оркестром. На репетицию пришел Равель и увидел, что Тосканини постоянно ускоряет темп. Сам же композитор требовал неукоснительного соблюдения единого темпа, указанного в партитуре. Бескомпромиссный Тосканини возражал. Вы ничего не понимаете в вашей музыке. Это единственный способ заставить ее слушать. После концерта Равель нашел элегантный компромисс. Так разрешается только вам и никому другому. Музыка балеро как магнит притягивает дирижеров и музыкантов, хореографов и режиссеров, открывая все новые и новые возможности для смелых экспериментов. Удивительная музыка как будто приносит удачу всем, кто берется за ее интерпретацию. Под музыку балеро английские фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин победили на Олимпийских играх в Сараево, а их программу долгие годы называли революционной. Совсем другую революцию совершил с помощью балеро знаменитый польский режиссер Збигнев Рыбчинский. Он почувствовал в музыке Равеля предопределенность истории человеческой эволюции. Финал таил в себе загадку – то ли триумф, то ли катастрофа. Музыку балеро называли пляской смерти и отчаяния, звуковым образом зла. Равель словно предсказал самому себе страшную болезнь в конце жизни. Балеро Равеля. Это сочинение не похоже ни на одно другое. Оно открывает бескрайний простор для фантазии художника и слушателя. Оно, как и сама природа, продолжает восхищать своим многообразием и непобедимой энергией, заставляя забыть на 18 минут обо всем, кроме музыки Равеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ